Окей, сейчас я хочу проповедовать, попробовать проповедовать тему, которая у меня витает в голове очень много. И я не обещаю, что с первого раза у меня получится, но я планирую продолжить. И, наверное, это даже где-то вступление к книге пророка Захарии, если кто-то читал книгу пророка Захарии. И там есть такое сильное высказывание. «Ликуй от радости, дочь Сиона». Это девятая глава Захарии. «Торжествуй, дочь Иерусалима! Вот царь твой грядет, идет к тебе праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной. Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный луг, и он возвестит мир народом, и владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли». И мы знаем, что эти слова повторяются несколько раз в Евангелиях. «Вот царь твой, сидящий на осле». Вы знаете, есть такое выражение в еврейской традиции «я хочу быть ослом Машеха». Это интересное, глубокое замечание, или можно проще сказать, какой же я осел, какой же я осел. Я сегодня буду говорить об осле Машеха, или то, что вкладывается в эти слова несколькими примерами. Осел. Кто знает, как осел на иврите звучит? Хамор. Мы знаем, что иврит – это язык, язык творения. И когда ты читаешь книгу Берешит на иврите, то слова, сказанные Творцом на иврите, они обозначают суть вещей, которые составляют весь этот мир. И подразумевают, наполняют хамор. Очень близко к нему по звучанию слово «хомер». Кто знает, кто в Ульпане сейчас учится, товарищи из АКО, что значит хомер на иврите? Материал. Материал. Все, что в этом мире – это хомер. И все. Вот хомер, краска хомер. С какого хомера ты делаешь это? Что у тебя? Хомер. Это все. И вот есть это значение. Машиах, сидящий на осле. Что, невозможно было въехать на верблюде? Но почему? На машине, на чем угодно, но хомер. Символизм. В этом мире достаточно много символизма. И в поколении, в котором мы живем, символизма еще больше. И знаете, про поколение, в котором мы живем, есть такая история. Царь Навуходоносор. Кто помнит царя Навуходоносора? Это не Трамп. Это было давно. И этот царь Навуходоносор видел сон, встревожилась душа его. Эта история записана в Даниила во второй главе. И он не мог понять и истолковать, и потом Даниил истолковывает ему этот сон. И там есть истукан, на русском языке истукан. Как истукан на иврите? Вот первое слово, которое выскакивает у нас, песель. Но интересно, что когда мы читаем книгу Даниила, истукан там назван целем. Целем это что-то побольше, чем песель. Это было что-то, я боюсь даже говорить, как террафимы того времени. А если кто-то читал историю террафимов, кто помнит, что такое террафимы? Терафимы это были такие башки, которые делались при какой-то... Это была же какая-то бесовщина, по сути, потому что они разговаривали. И сложно понять, что это было, но неважно. Песель, который видел Навуходоносор, про который ему говорит Даниил, и он истолковывает ему золотая голова, это ты царь, а потом следующее царство, и следующее царство, и следующее царство, а последнее царство, Даниил говорит ему, это ноги. И ты видишь, что они сделаны частично из глины, а частично из железа. Это царство будет разрушать все, очень насильственное царство. А то, что части его из глины, это показывает, Даниил так истолковывает, почитайте потом, он говорит, что все царства смешаны неким образом друг с другом посредством семени человека. Потому что глина, Адама, Адам, это все вот в ту сторону. И вы знаете, если вот мы подумаем, и я сейчас без всякой конспирологии, но говорят люди, что сильные мира сего, это люди, которые в какой-то мере являются родственными людьми, то есть они там крутят мозги, но они между собой родственники, они крутят. Короче говоря, в этом мире, в котором мы живем, это мир, где, казалось бы, гуманизм должен восторжествовать, где люди должны жить классно, уважая друг друга, но ничего этого не происходит. Мы, наоборот, становимся все более и более крайними. Я даже смотрел какую-то выписку социологов, которые разбирали состояние сегодняшнего мира, и они говорят, вот как бы 30 лет назад ожидания были, что все будет очень хорошо. А вы посмотрите, демократические бывшие государства стараются стать менее демократическими. Все рвут на себя одеяло и хотят стать более жесткими. Вот как эти ноги исполина этого, которого видел Даниил, наступать, разрушать, вредить. То есть мы видим, как тот древний символизм, что такое символизм, какие-то вещи видимые или рисуемые вдруг воплощаются в реальности. На самом деле в Библии также очень много символизма. И, может быть, мы игнорируем его, становясь такими очень духовными. Мы духовные. На самом деле библейский символизм или символы, которые священные писания передают нам, если мы берем их в оборот, они тоже имеют сильное значение. Я вам дам пример символам, которые мы можем вспомнить в Писании. Допустим, помните, был такой пророк Илиша? Кто помнит? Там им подали суп или там какую-то похлебку, она была отравленная. Илиша берет соль, бросает в похлебку, она исцеляется. Помните эту историю? Или другая история. После выхода из Египта народ хочет пить воду, она горькая. Что делает Моше? Бросает кусок деревяшки туда. И это деревяшка, это символизм. Это чистой воды символизм. Или Иаков, который нарезает прутики перед овцами, которые поднимаются одна на другую, и они рождают потом пятни. Это противоречит любой биологии, зоологии или чему угодно. Но символизм вдруг срабатывает. Я дам вам пример, который мы делаем как символизм в общине. Вечеря Господня. Ведь когда мы принимаем от Сеуда Таадон, то это вещи, которые хомрани, материальные, но когда над ними молятся, то мы соединяемся с Господом определенным образом, усиливая в себе наполнение и благодать. Или, когда человек болен, в Писании говорят, позовите старейшин и возьмут что в руки? Елей. Что такое елей? Оливковое масло. 20 сортов его есть в магазине. Что из них елей? Неважно что. Возьмите елей и помолитесь этим елеем. И молитва веры исцелит того человека. Символизм. Вы знаете, быть хамором Машеха. Быть осликом для Мессии. Использовать вещи крайне простые. Но они могут вводить Машеха в Ярушалае. Я сейчас это место еще раз протолкую, но назову простые вещи, которые могут быть вот тем самым хамором, осликом. Молитва. Мы молимся или мы просто обнимаем и поддерживаем. Вы знаете, жизнь настолько стала напряженно, утомляющей. Кто чувствует, что что-то после пандемии изменилось и усталость просто витает в воздухе. И я не говорю, что это мы стали старше на пару лет. Кто чувствует усталость? Вот оно наваливается на тебя и как будто лицо сползает вниз. Ты знаешь, иной раз, когда к тебе подходят и просто обнимают тебя, и просто говорят нормальные слова вместо обидных слов. Может быть, посидеть с ребенком кого-нибудь. Я просто знаю, как иной раз нам, пока дети были маленькие, было сложно. И как женщины хотят просто лишний час поспать, выматываясь. И мы иногда не понимаем, и кто-то, кто посвободнее, может позвонить и сказать, слушай, давай посижу пару часов. Или, может быть, наколоть дров для общины, прийти и поставить стулья перед собранием или чего-то сделать. И я знаю, что многие это делают. Там у нас на кухне даже висит расписание на месяцы вперед, там, наверное, на год вперед. Я не знаю, насколько вы сделали это расписание. И стало тик-так все работать. Это как раз и есть тот самый осел, на котором мы делаем простые вещи, но приводим Машиаха в нашу жизнь. Это может быть простое шалом или итраот. Кстати, я хочу сказать взрослым, и скажите своим детям, которые иногда забывают сказать этот шалом или итраот. Это алифбет. И пускай это пережитки нашей российской или русской ментальности, советской ментальности, но она приятная ментальность. Когда люди могут поздороваться, а не пройти мимо тебя, как в этом фильме, духи проходят мимо тебя, и ты не видишь их. Мы не духи, мы люди. Давайте будем учить наших детей. Я хочу прочитать еще раз слова, которые только что прочитал. Я говорю сегодня символическим языком. Я надеюсь, что Руоха Кодыш сможет каждому надавить на ту часть души, которая должна в вас развиться, потому что Господь Бог хочет, чтобы каждый из нас был этим самым осликом, на котором Машех въезжает в Иерусалим. «Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима. Се царь твой грядет к тебе праведный и спасающий, кроткий и сидящий на ослице и молодом ослице, сыне под Яремной». Вы знаете, ослик, я повторился, это вот эти вот вещи хомраниим, простые, иной раз простые вещи. И вот Ешуа въезжает в Иерусалим на этом ослике. Кто такой Иерусалим и что такое Иерусалим? Знаете, исторически это город, в котором был царь. Кто помнит первого царя Иерушалима? Мелкицедек, правильно. Толик знает. Писание, помните? Авраам возвращается с победы и выходит в Мелкицедеке. Написано, он царь Шалема. Шалема. Знаете, исторически, и, конечно, очень сложно понять все нюансы, но в том месте поклонялись божеству. Это был Иер, Шалем. Город Шалема. А божество называлось Шалем или соединяющее. Какой-то идол, какой-то нефилим, я не знаю. Какой-то идол или божество, идол, которому служили те Ивусеи, которые жили в этом месте. Но важно понять одну интересную вещь. Еврейская традиция говорит нам, что когда Господь сотворил народ Израиля, ну это образно, народ Израиля сотворялся в течение поколений, то дал ему очень много света, но крупицы света рассыпал в других народах. И именно поэтому, как объясняют некоторые традиционно, Израиль был вынужден периодически уходить в изгнание, чтобы делиться тем светом, который имеет в себе с теми народами, и подбирать частицы того света, которые были рассыпаны в народах. Идея очень интересная. Мы понимаем, что пробыв в Египте, там 230 лет, или от момента, когда Аврааму было сказано, вот будут твои дети рабами, пленниками в Египте 400 лет, то в Египте научились управленчеству. И когда вышли из Египта, то могли сорганизовать все эти станы и двигаться по пустыне. Вы только можете представить, какая головная боль 3 миллиона человек двигать по пустыне. Сегодня на пикник собираются 4 машины выехать. И то не могут договориться, что с собой взять и какие подстилки. А тут они ушли со скотом и со всем. То есть они имели мудрость, которую почерпнули там. Я не буду говорить про светы народов, но очень часто вещи, которые мы исторически читаем, были неправильные, нечистые. Это было из-за того, что люди, имея какое-то определенное знание там в язычестве, в дальних местах, в народах, в Гоим, они чувствовали, нам чего-то нужно сделать, а делали не совсем правильно. И потом, когда уже Израиль приходит в это место, которое называется Ирушалаем или Ир-Шалем, то это уже не для божества Шалема, а для Творца, который Эль-Шел-Шалом, Ве-Элогей-Шалем, который усовершенствует все. Ну и, разумеется, Машиах. Мы понимаем про Машиаха и Священных Писаний, что два прихода, как страдающий ягненок, как раб, как слуга, который въезжает в Иерусалим на Ослике, и потом второй раз приходящий, как царь царей, чтобы восторжествовать и в славе обратить народ в покаяние. И вот, смотрите, простые вещи. Ослик, хомрани, мы, наши эмоции, наши мысли, наши простые дела, направленные в добро. Они держат на себе Мессию, духовность. И все это направляется и входит в Иерушалаим, в место, где присутствует Царство Господне. Я не знаю, получается ли у меня донести до вас мысль, но я для себя чувствую, что это просто величайшая ответственность, чтобы каждый мог сказать, «Я и мои простые дела». Я говорю сейчас не о духовности, а о хомер, хомрани. «Я и мои простые дела», мои простые слова, мои простые вещи, которые заряжаются правильной мотивацией. Они могут созидать добро, которое вводит Мессию на место Царства и которое распределяет все по правильным местам. Но интересно, что традиция рассказывает нам, что эта история с осликами началась намного раньше. И первый раз мы читаем, ну, не про осла там первый раз читаем, но именно в правильном контексте читаем первый раз про осла интересную историю, которая записана в Бытие 22 главе. «И искушал Господь Бога Авраама». Помним эту историю? «И встал рано утром Авраам». Это 22 глава Бытия. Это известная всем глава, которая называется «Кида». «И оседлал Авраам Ослика». То есть возложил на него дрова, взял Ицхака и двух отроков и пошли на место жертвоприношения. Если мы правильно распределяем символизм и пророчество, это чистейшая аналогия жертвы Мессии, которая случилась через несколько тысячелетий после этого момента. Авраам, он был шейх. Знаете, что такое шейх? Шейх, он только пальцем водит, а его уже мысли считывают и делают. Но здесь написано, «Сам пошел и взял этого осла и оседлал, завьючил его, нагрузил на него дрова». То есть Авраам прекрасно понимал силу символизма. Он был духовнейший человек, и он понимал, чтобы вот эта миссия совершилась. Он, с одной стороны, был озабочен своей личной миссией. «Иди и сына своего вознеси, принеси мне в жертву». С другой стороны, я уверен, что Авраам прекрасно понимал всю пророческую картину. И эта картина говорила, «Ты сейчас закладываешь символизм, ты сейчас закладываешь пророчество, твои простые дела сейчас закладывают грядущее искупление всего человечества». Авраам берет осла, кладет на него дрова, и они идут. Позднее, мы читаем подобную историю с Муше, «И взял Муше осла и посадил на осла свою жену и двоих сыновей, и пошел из Мадиама в Египет, чтобы совершить освобождение еврейского народа». Почему осла? Он был зятем Мадиамского священника, человек богатый. Можно было взять пяток верблюдов и нагрузить их чем угодно, но здесь опять символизм, хомер, хомрани, все становится очень просто. Я, мое отношение, моя жена, мои дети, и мы идем, и мы в этой связке, чтобы принести грядущее искупление. То, что совершил Муше, оно похоже на то, что совершает Авраам, только в значительно большем формате. Если у Авраама все заключалось, он его семья, его сын и будущие потомки, вот в какие-то два, три, четыре поколения, перед Муше стояла совершенно другая задача, и он справляется с ней кроткий. Помните? Кратчайший. Муше. Великий мангик, великий лидер, но все абсолютно в простоте. Подчинить свои мысли, свои эмоции. А получается ли у нас, полагать мысли и эмоции. Вот место из второго Петра. Прилагая к всему всякое старание, покажите вещь в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбия, в братолюбии любовь. Знаете, это классно говорить о громадном, но Писания всегда нас возвращают к тому, что называется хамор, ослик. Все крайне просто. Ты и рассудительный, и добр, ты умеешь прощать, и можешь покрывать. Все сводится к тому, что мы просто люди и в вере можем относиться друг к другу, высвобождая благословение, уважение, поддержку. И таким образом мы заряжаем себя тем самым добром, которое может на своих плечах привносить, привозить в Иерусалим Машеха. Мессия, сидящий на осле. Это был следующий шаг, Иешуа, ослик, уставший путник из Галилеи, люди, которые слышали все те слова о нем, что он там чудеса совершает, они просто бежали посмотреть, кто-то снял одежду, кинул под ноги ослу, люди стали кричать, баруха, бабыща, Мадонай, стали рвать пальмовые ветви, и все было в принятии. Понятно, что потом некоторые отпали, некоторые позднее кричали, распни его, распни, некоторые, как Петр, отрекались от него, но потом обращались. История рассказывает нам, что в первом веке Галилею особенно наполняли сотни тысяч последователей пути, так назывались те, кого сегодня в аналогии называют мессианские евреи. Некоторые говорят, что до 60% жителей вне Иерусалима, Иерусалим всегда был более консервативный в вере, но вне Иерусалима до 60% людей раскрыли свои сердца и верили в искупление через кровь этого галилейского плотника. Что нам делать и как нам быть? Как нам жить? Быть осликами Мессии, быть людьми, которые умеют быть попроще, не сильно хитро мудрствовать, а почитать один другого выше себя. Писания полны этими примерами. И если ты чувствуешь в себе большую изобилующую силу Творца, то умей послужить другому человеку. Просто поддержать его, или, как я сказал в самом начале, обнять и сказать, пусть Бог благословит тебя. я хочу сказать, что мы сможем преодолеть те конфузы этого смешанного поколения, которое с одной стороны говорит о гуманности, с другой стало крайне злым, но свет ваш досветит во тьме. И пусть Господь помогает нам быть осликами Мессии, приводя истину в то место, где мы живем. Я хочу помолиться. В первом псалме написано, блажен человек, который не сидит в собрании развратителей, удаляется от людей развращенных. Его участие среди людей, которые избирают слово Бога, и там написано, размышляют об этом день и ночь. Очень интересно, что лехагот там написано. Погружаться в слово, то есть, я думаю, в современном русском языке есть такое слово медитировать, которое часто связывается индуизмом, но это не индуизм, это псалмы. И псалмы говорят нам, размышляйте о слове. я пару последних недель размышляю об этом слове хаморшеламашиах, 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 где ты во всем этом, где ты можешь являть его прячась сам. прошу тебя, небесный отец, за наши сердца. Я прошу тебя, Господь, чтобы ты обновил в нас стандарты твоего царства. Мы читаем, что мама двух учеников Иешуа пришла к нему и стала наезжать на него, говоря, сделай моих сыновей твоими помощниками в вечном царстве, одного по правую, другого про левую руку. Иешуа сказал, стандарт царства совершенно другой. Стандарт царства совершенно другой. Больше да будет меньше. Мы иногда в смятении этого мира забываем про эти стандарты. Я прошу тебя, небесный отец, чтобы твое прикосновение, обновление и покаяние наполняли наши сердца и помоги нам обновляться стандартами царства. Мы всегда хотим достичь чего-то и чаще всего это вещи материального плана. Я молю тебя, Господь, чтобы ты благословлял нас в наших поисках, но чтобы вот эта мысль о горнем помышлять прежде всего была в нас. Я прошу тебя, Господь, чтобы милость и благость наполняли наши сердца. Я прошу тебя о духовном прикосновении к нам. Мы часто ищем физического исцеления и достойно этого искать. Господь, да, благословляет молиться об исцелении физическом, но моя молитва сейчас о духовных вещах, о том, чтобы наши души были чисты перед Богом и чтоб мы могли Его свет передавать в каждое место, где мы находимся. Прошу тебя, Небесный Отец, благослови нас. Амин. Давайте мы встанемся. Ибархеха одонай ваишмиреха ияэр одонай панав элеха ваихонеха иса одонай панав элеха ваиасем леха шалом. МОЛОЧЭто Продолжение следует...